здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня работа над ошибками и это будут томаты речь пойдет о том что же вы там понатворили то в своих теплицах почему у кого-то просто завались томатов а у кого-то не очень хотя сказать кстати год был не очень помидорный то есть посленного и картофель и помидоры они не очень ну прямо не супер урожая но тем не менее что ж не так вы меня спрашиваете и по горячей линии в комментариях что я сделала не так или чего я не сделала вот если бы вы смотрели бы все программы которые я снимаю до 16 года вы бы понимали чего вы сделали а чего вы не сделали начните по-честному вот по-честному сам себя спроси что я сделал не так вы подготовили почву под томаты правильно вы раскислили ее вы вынесли определенное количество доломитовой муки зала там как бы ну не очень желательно она все-таки если передозировка зал и она в щелочную форму ведет кислотность почвы она нужно нейтральную и большое количество кальция нужно хотя и зала является тяжелым карбонатом по кальция на 45 процентов значит если один стакан на квадратный метр зал и то нормально если как вы в теплице же надо все пожирнее побольше тогда не надо лучше доломитка там кальция очень много можно мел можно известняк ну они разные немножко по составу доломитка более щадящая и она фракция очень мелкая она хорошо раскисляет почву то есть доводит ее до нейтрального состояния что и надо помидором вы осенью все перекопайте внесите все что надо под перекопку а уж весной процесс закончится и высаживайте свои помидоры вы должны понимать что вверх вершинная гниль которая мучает томаты это от недостатка кальция и не только в поливочной воде но еще и в почве я когда говорю что кальциевой селитрой пожалуйста первую поливку сделайте обильную до столовая ложка можно 2 на 10 литров воды вы упрямо этого не делаете почему вы же хотите здоровые нормальные помидоры чтобы они не гнили ну так один раз то сделайте не надо каждый раз это делать это не требуется значит если значит дачный коктейль мы сделали и я рассказываю как им нужно правильно поливать и сколько раз нужно поддерживая поливать поддерживаю помидор зеленую массу оттуда входит и маленькие помидорки это тоже зеленая масса для того чтобы они завязались нужен калий вы внося овощное удобрение то комплексное овощное удобрение под перекопку можете можете весной под грабли вы должны понимать что без калия и фосфора не случится ни цветения ни плодоношения но уж без азота то помидорки то эти не вырастут им не на чем расти им азот для этого нужен азот за зеленую массу отвечает и вы опять этого не делаете почему хочу спросить а вы зачем до сих пор от лени шлангами поливаете в теплице стоит наяривает от молодец какая а от того что вы влажность держите под 80 процентов даже 60 много в теплице для помидор и не только для них вы же понимаете что у вас все цветы отвалятся да вы же понимаете что вы фитофтуру сами из земли зовете и фузыриоз там заведется там не должна быть влажной почвы там влажность 47 процентов все все замульчировано соломой мешками всем чем угодно и никаких поливок вот где хотите только там где корни помидор находится либо это центральная траншея куда уложены все корни и развернуты томаты либо это лунка индивидуальная только туда и сверху мульча чтобы влага оттуда не выходила можно за лето три раза полить ну 5 максимум а не лить это знаете как кому-то пить подавать по пол-литра ой ну я по литру поливаю а что помидора от этого легче что ли он должен научиться сам добывать воду и все что есть почве сам без вашего участия от того только цвести будет лучше и плодоносить но это при условии если вы все будете соблюдать это один раз и как следует нужно сделать понимаете один они каждую неделю переправлять то этого то этого по и у меня там листья стали какие-то там не знаю серебряные солнечного блика а я у меня там вообще почернели господи боже мой чего вы только не делайте с этими растениями чтобы их угробить меня правда мне их очень жаль не надо себе лишний труд организовывать его и так хватает на дачном участке все остальные тоже требует внимания поэтому не делайте этого ну вот а сейчас уже все я больше не ругаюсь практически и хочу сказать что если вы все-таки изменить свое отношение к посадке томатов вы будете всегда на коне у меня в руках томаты которые в этом году и не только в этом показали себя с наилучшей стороны начинаем со вкуса томатов потом берется конечно размер его до во внимание для салата нужны крупные томаты потому что там наименьшее количество будет ненужностей там семечек и воды а заканчиваем томатами которые естественно у нас на засолку идут а вот эти у меня в руках замечательный томат вот он в двух исполнениях одной и той же фирмы краснобай крупный вкусный сладкий есть вот такой томат он мне в этом году просто зайти настроение поднимал каждый раз когда я ела салат это орлиный клюв и есть еще орлиное сердце и он такой же по вкусу причем по форме они настолько оригинальные ну прям как клюв вот так вот такой похож на обычай сердце но немножко не такой значит а ну конечно же красотка это примадонна примадонна и есть еще томат юбилейные тарасенко которые они похожи кстати сказать они очень красивые в засолке в банке они потрясающие но и по вкусу они отличаются от многих других в лучшую сторону ну и конечно мой любимец это крупноплодный штамбовый это уличный томат который не надо формировать только сделайте подставки потому что в семь стволов он обычно растет и у него помидор немерено они обычного традиционного вкуса но количество их превышает все ожидания и конечно же золотой кенесберг золотой кенесберг это высокорослое растение в теплице метр пятьдесят метр восемьдесят но отличается и вкусом хорошему на оранжевой и очень высокой урожайностью вот на этом хочу закончить всего вам доброго и до свидания а